Бесят до кадра, волосы прекрасные, только нажимаю кнопочку «Пуск» и всё. Я сначала сложила всё в кварти... в квартину. Я сложила... гиалуроновый тонн... гиалуроновый тонн... гиалуроновый тоннер с экстра... Вафля! Потерпи! Не потерпит. Заходи, 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 не шуми. Ребёнку дверь закрыли, понимаете? Трагедия. Уа! Прямо в глаз солнце. Иди отсюда, солнце. Всем привет, меня зовут Зиба Дарья, и сегодня по традиции я делаю распаковку посылки с iHerb, которая пришла ко мне вчера. Я откровенно не особо помню, что я там заказывала, потому что я сначала всё сложила в корзину на 8 марта с классной скидкой на бьюти, а потом забыла заказать, пришлось заново переоформлять корзину, и... ну да, как всегда. Спасибо вам, что пользуетесь моим кодом, спасибо вам, что заказываете продукты по моим ссылкам, и тем самым обеспечиваете новое видео. В конце видео будет небольшой обзор на продукты, которые я заказывала в прошлом видео, ссылка внизу в описании на видео. Я подумала, что так будет интереснее, чем делать два видео фактически об одном, понимаете? Подготовилась. Посылка есть, о чем открывать, непонятно. И первые два продукта, это увлажняющие перчаточки для рук, те самые маска-перчатка надел на 20 минут, либо на ночь, и потом твои руки будут как ручки младенца. Я вообще небольшой фанат таких штук, потому что мне кажется, они слишком кремовые, слишком... ну, мне не нравится это ощущение на руках, потому что я уже неоднократно в своих видео рассказывала, что... ну, не нравится мне водянистый крем, мне нравится, чтобы жирный, питательный. Но я заказала это для своего мужа, потому что я тут нашла у себя в закромах, я даже не помню, откуда они у меня были, такие перчатки. Помню только бренд. У меня у мужа аллергия на холод. Ну, чтобы вы понимали, холод для него это плюс 18. Начиная с плюс 18 и на весь минус у него кожа просто превращается в трешак, и причем это не только у него, его сестры тоже. Но он не любит пользоваться кремами, он не любит увлажнять кожу, потому что ему так же, как и мне, все слишком-слишком. И в какой-то момент я его заломала, запихнула его ручонки в эти перточонки, перточонки, перчонки, перчатки. Про одну речь вообще забыла, кошмар, Эллочка-людоедка. Ему очень понравилось, я сказала, окей, я теперь буду тебе заказывать в каждой посылке и везде скупать тебе эти перчатки. И это будет своего рода такая вечерняя рутина, потому что он сам страдает и от этого, этого можно назвать цыпками. У него вплоть до того, что кожа до крови трескается, особенно если холодно. Вот эта зима была классная, руки не так сильно пришли в состояние, то ощущение, что, знаете, вот он работает в лесу, валит лес голыми руками. И не ладонями, а вот этой частью. И знаю, как с этим бороться. Короче, попробуем, расскажу, понравились или нет. Взяла два разных бренда. Пластырь от Cosrx я взяла две пачечки, но это не мои любимые от прыщей. Это от Акне, то есть они более глубоко работают и, судя по всему, они другие. Одну пачку я взяла для дочки мужа. Язык не поворачивается, назвать я под черицей. Одну пачку взяла для мелкой, потому что подростковое высыпание и есть предрасположенность к Акне и более глубоким прыщам, нежели были у меня, например, в подбросковом периоде. Либо вот у меня сейчас я чуть-чуть сгрешила сладеньким конфетками русскими, пошла в русский магазин, скупилась, ностальгия у меня была. И у меня высыпало это все прыщами. И я понимаю, что мне очень нужны пластыри, а мои закончились. Ну, как закончились? Я мелких отдала. Сейчас посмотрю, вот эти я никогда не заказывала. Я вот большой фанат классических пластырей, уже неоднократно. А вот эти ни разу не заказывала, и мне даже стало интересно. Взяла себе тоже под замес, чтобы попробовать. О, прикольно, они совсем другие, они более при удачной упаковке. Здесь есть три размера, от огромных везувиев до достаточно порядочных прыщей. Это классно для Акне, потому что те, у кого Акне, те знают, что обычные пластыри, они такие маленькие. И, кстати, стандартный косорекс, самый маленький, очень маленький, ну, типа для микровысыпаний. А эти пацаны прям такая тяжелая артиллерия. Попробую, расскажу, вот их не пробовала. И у мелкой тоже спрошу ее фидбэк на эти пластыри, потому что у меня есть тестовая группа, скажем так, по борьбе с прыщами. Но очень удобно, что если присмотреться, вот на крупном плане, обратите внимание, они не просто на пластине, а их удобно отклеивать так, чтобы не вредить края, чтобы полностью приклеивать. Вот это мне, кстати, не нравилось в стандартных косорекс. То, что ты его аккуратно отрываешь, держишь ноготочком и присобачиваешь, чтобы нигде никакой краюшек не отвалился. А здесь формат поудобнее, где-то такой же, как у пластыри от простуды компитовских. Интересно. Моя любимая штука, маска для носа от Холики. Холики? Это же Холика-Холика? Да, Холика-Холика. По-моему, это самые крутые полоски. Вот, трехступенчатая система очищения. Лучше я не пробовала, потому что она реально очищает. Очищает так, что даже мои крупные поры на носу реально очищаются. Потому что где-то что-то не дочищает, если просто брать угольные, неугольные полоски не срабатывают. А вот этого я тоже не первый раз заказываю, не первый раз покупаю. И если вы не пробовали именно их и думали попробовать или нет, обязательно да-да-да-да-да. Взяла попробовать скраб. Это осветляющий скраб для лица, но это классическая моя история. Выглядит он грязевым. Я подготовилась. У меня здесь ноутбук с открытым заказом. Чтобы это все вам не приводить, а просто прочитать, как умное. Изобразить. В составе у этого скраба морские водоросли и французская глина. Или грязь. Французская зеленая глина подходит для всех типов кожи. Вот этого чувака я сегодня попробую. Он зелененький. Пахнет. Кстати, приятно пахнет. Обычно такие скрабы пахнут всем, чему угодно, только ничем-то нормальным. Но выглядит, конечно, как... А как еще может выглядеть зеленая глина и водоросли? Ну, кстати, очень хорошие... Я надеюсь, будет получше, а не как, как всегда, по крупности. О, я схватилась. Смотрите, гранулы, скрабирующие, крупненькие. По ощущениям, похож на персиковые косточки. Для тех, кто любит пожестче, а это я. Прям очень. Сегодня попробую. Мне кажется, после того, как я вам стала рассказывать о пробниках, пробников стало меньше. Потому что я захожу в раздел пробниковых, их чуть там одна, две странички. В основном какие-то лечилки, которые мне, в принципе, не нужны. Признавайтесь, кто скупился о пробнике по моей рекомендации? Я давно смотрела на эту косметичку. Это iHerb K Beauty. Корейские бренды с рекомендацией iHerb. Здесь косметичка намного приятнее, чем первая была пластиковая. И, в принципе, как я в прошлый раз заказывала, уже не помню кого, но я еще не пробовала этот набор. Оставила его на лето. Там тоже была классная холшовая косметичка. То здесь, по-моему, Дермаэ, по-моему. Здесь пластиковая сетчатая косметичка. Скорее всего, скоро будет звонок до оставки, но не факт. Печатальюно. Я не помню, что здесь. Сейчас посмотрю. Потому что не надо делать заказы в угаре шоппинга. Типа, надо срочно заказать. Накидала всего. Прям такая, типа, давай-то. Гидрогелевые патчи для глаз от Penet Free. Я уже пробовала их патчи. Очень даже неплохие. Я бы, скорее, уже хочется попробовать. Следующий продукт из этой косметички. Это очищающая пенка от Vegan Glow. Не пробовала этот бренд. Вообще даже не слышала о нем. Но я же, вы знаете, что я такая вот что прямо. Обязательно попробую. Как раз у меня одна из умывашек закончилась. А нет, ну что я вам вру. У меня не закончилось. У меня классное мыло есть. Но о мыле расскажу чуть позже в обзоре того, что было. Пахнет. Вообще ничем не пахнет. Совершенно. Нет никакого запаха. Выглядит очень прикольно. Есть гранулы. Запах раскрывается при, собственно, взбивании. Повторюсь. Более подробно обзор этих новых продуктов ищите в следующем видео. Органический гель с алоэ вера. Вот эта штука классно. Все гельчики с алоэ верой я очень люблю по одной простой причине, что я их не люблю. Но они очень хорошо работают в лето, так как я сгораю очень быстро. Но загор мне это не дает, да я пагментацию. И алоэ отлично спасает. Здесь 95% алоэ. И на 99% натуральная формула. И это классно. Потому что лето все-таки не загорало. У нас уже солнечно, птички во все поют, зелень, цветочки. И он мне, конечно, пригодится. Гиалуроновый тонер с экстрактом черного риса. С третьего раза я это выговорила. Закрыт. Но я его открою. Если вы не уверены, что какие-то продукты вы будете использовать здесь сейчас, не открывайте. Но я уверена в том, что я буду его использовать здесь сейчас, потому что мой тонер закончился. Пахнет, ну, так себе. Натуральный. Я бы сказала, что он скорее пахнет водорослями, чем рисом. Очень приятный, увлажняющий, скользит как гиалуроночка. Все как надо. Но посмотрим, как будет себя вести на лице и понравится мне или нет. Итак, следующий продукт из этой классной косметички. Пока мне очень нравится ее состав. И пока я могу сказать, что по наполнению это одна из лучших косметичек, которых я заказывала с iHerb. У меня на данный момент 3 или 4 опции. Следующий это микроэссенция. На 93% состоит из... Из чего ты состоишь? Нет. На 93% состоит из микро-би-би-би-би какого-то комплекса. Не выговорю, можете посмотреть на сайте, более подробное описание. Я сейчас не хочу вам его зачитывать, если вы можете сами зайти и посмотреть. Ничем не пахнет. Так, рука, которая еще не была толком. Много, очень много. А, 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 как... Ну вот, увлажнили. Солнце, уйди отсюда! Не до тебя. Я не про кошку, я про солнце. Буквально. Ммм, слушайте, очень прикольная. Все добротные места надо намазать, раз уж я тут. Очень по ощущениям прям как водичка, но есть такое легкое-легкое гиалуроновое тоже. Ну, вполне вероятно, что у меня еще ладошки в гиалуроне. Но моментальное ощущение наполненности кожи. Вот я вот смотрю на свои обезвоженные части. Специально обезвоживала, потому что дальше есть еще один продукт, для которого я готовила свои ручонки, чтобы прям первое ощущение сказать. Так, еще два продукта у нас. Saturday Skin восстанавливающий пилинг гель. Это наши любимые, мои любимые гели-скаточки, которые скатываются, тем самым сгребая все нехорошее, все, что там успело отшелушиться, но не успело отвалиться, грубо говоря. У меня есть два уже. Я их и заказывала, и рассказывала о них в последних видео. Ахерп, ссылка внизу в описании. А это еще один малыш. Ну бафля, ну хоре! Что ты тут? Хочу зайти, хочу выйти. Спи давай! Вы ее не видите? Тут бы гусенька. И это последний продукт из этого набора. Это глубоко увлажняющий крем. Обязательно попробую его. Сейчас не хочу... А не, он открыт нормально все. Можно пробовать. Я думала, тут мембрана. Не хочу открывать. Давайте вот сюда. Ой, слушайте, он прямо плотненький, как я люблю. Но есть ощущение, что он белит. Надо будет попробовать на лице более подробно. Ай, попробовала на лице более подробно. Дарья сегодня, вы Дарья. Но пока, по первому, ощущение очень нравится. В целом, мой беглый вердикт по этой косметичке, мое первое мнение и ощущение, да, обязательно стоит попробовать, потому что продукты классные. Есть возможность попробовать познакомиться, и уже потом непосредственно заказать пробники. А, полноразмерники, а о чем это я? Тут же так пробники. Ну, у нас на самом деле еще много продуктов, но я сейчас попытаюсь быстренько. И следующий продукт, для которого я как раз готовила свои руки, это крем для рук, который называется Working Hand. Как раз для мужа. Но так как мужа сейчас нет, чтобы обмазать его ручонки и выдать вам первое мнение, но я специально старалась, высушивала сегодня свои руки, не использовала никакой крем для того, чтобы не было никакого... Найти, точнее, нет, неправильно говоря. Не было никакой цели заказать какой-то определенный крем. Я не читала комментарии, не читала отзывы. Я просто увидела крем для рук, который жирненький, классненький, еще так называется, и поняла, что мне он нужен. Потому что я не могу вам передать словами, насколько все печально. Если у вас есть работающие кремы, либо работающие какие-то советы на тему того, как бороться с цыпками, и как вообще восстанавливать кожу рук, потому что это вот скорее отсыпки, но на любую погоду. То есть вот сейчас у нас плюс 10, и даже на это уже... О, какой он хороший. Вот моя женщина. Он прям очень хороший. Не скажу, что прямо суперплотный, им нужно постоянно пользоваться. Значит, типа вот с первого раза обмазался, и все отлично. Нет, так не работает. Но у него очень прикольная текстура, и он прям хорошо впитывается, быстро всасывается в кожу. Его нужно многом есть. Мне теперь понятно, почему большая банка. Потому что вот он прям... А я представляю, полбанки уйдет на мужа просто. На эту руку. Хотя может быть. Очень приятное посещение. Мне еще очень классно, что колпачок не просто пластиковый, а как силиконовый и с пупырками. Тем самым неравномерная поверхность позволяет легче открывать банку, если, например, он плотно закрыт, и нет возможности вот это движение сделать. То есть здесь это все очень удобно. Продуманно. Наверное, мужчины для себя делали. Слушайте, солнце скачет. Свет профессионального у меня пока нет, поэтому... Сори за то, что картинка то темнее, то светлее. И осталось три продукта. Это неуходовые косметические продукты. Потому что я решила попробовать. Собственно, что у нас здесь есть? Здесь есть бальзам для губ от Julep. Не знаю, как это правильно называется, потому что Julep, Julep, как правильно напишется бренд, внизу в описании. Также подписано все. Это бальзам с оттенком. Я вообще, когда заказывала его, мне было интересно, как он выглядит по форме. И хотелось попробовать что-то новое, чего я вообще не пробовала. И этот бренд мне не знаком. И понятное дело, что сейчас все узнаем. Я бы сказала, что это очень приятная увлажняющая помада с легким бальзамом. Потому что здесь больше оттенка, чем бальзам. А бальзам здесь в самой серединке. Вы можете увидеть на крупных планах. Бальзам в серединке, а вокруг тон. У меня была подобная штука от L'Etoile. В одном из боксов мне приходила. Очень прикольно. Но вот, например, L'Etoile, она очень быстро теряла свои увлажняющие качества. И была уже такая суховатая. Плюс собиралась еще налетом. Для тех, кто очень много болтает, как я. Собиралась налетом. Посмотрим, как ведет себя этот бальзам. Пока, по ощущениям, он мне нравится. Но сказать, что он супер увлажняет. У меня губы уже были хорошо проработаны моим бальзамом. Блистексом. Мед плюс. Мой любимый. И все равно он подчеркивает местами вот этот бальзам. Подчеркивает шелушения, которые есть. Но посмотрим, как все ведет. Оттенок очень прикольный. Для тех, кто любит ньют. Для тех, кто любит натуральные оттенки и не кричащие. То да, обратить на него ньют. Хара, с ума сходить. Это что такое? Иди сюда. Порадуй людей. Звезда кадра. Что, отвыкла вообще сниматься со мной? Да, отвыкла. Ну что ты ругаешься, Вафля? Я тебя не выпущу, чтобы ты опять потом пришла через три минуты. Да? Что, мяу? Что? Иди покажись людям. Нет? Иди сюда. Слышь, ты, кокетка, иди сюда. Либо не мешай снимать. И так каждый день. Что, мяу? Вафля. Ты либо идешь на кровать, либо идешь нафиг. Что, не нравится такое? Дверь я тебе пока не открою. Так и живем. Консилер от CoverGirl. Тоже взяла попробовать, потому что в CoverGirl у меня есть какие-то продукты. Но, по-моему, если мне не изменяет память, я никогда не пробовала их средства для кожи. У меня оттенок 115 Fair. Швейт. Есть восковое ощущение. Я не читала состав, я не смотрела, что там внутри. Я просто взяла его, мне стало интересно, какая плотность покрытия, как это себя ведет. Есть увлажняющие элементы. Сказать, что он супер перекрывает. Вот на видео кажется, что да. По факту я вижу прозрачность кожи. То есть он перекрывает, но не перекрывает. Этот хороший эффект HD. То есть так выглядит, что прямо очень неплохо. Здесь два слоя, но в реальной жизни я вижу свою татуировку. Очень хорошо вижу. То есть сказать, что прямо перемазала или нет. Должен хорошо себя, глядя на камеру, должен себя хорошо вести в кадре. Оставляя живое кожу, но в то же время срабатывая на камеру как нужно. Тоже попробую. Ждите в следующих видео. И последний продукт. Но не конец видео, потому что дальше будет пеклый обзор. Я взяла попробовать Face Primer от Wet n Wild. It's jelly, mega jelly Face Primer. От Wet n Wild у меня была палетка теней. Было несколько продуктов. Потихоньку знакомлюсь с этим брендом. И решила взять, собственно, попробовать праймер. Вообще я не любитель праймеров как праймеров. Мне больше нравится хороший уход. И это уже служит как праймер. Прямо гельчик. Гидро. Прямо гельчик-гельчик. Очень прикольный. Увлажняет. Кремовый. Но у меня есть подозрение, что на него где-то что-то может скользить. Попробую, расскажу, поиграюсь. О, у него еще есть липкое постфактум ощущение. И мне он этим очень сильно напоминает Илла Маску. У Илла Маски есть безумно бомбический, матирующий. Есть там гидро и матирующий гели для базы под макияж. Они бомбические. Вот как раз матирующий, потому что обычно гидрогель я не пробовала. У меня было одно время матирующая. Вот она огонь. Вот этот малыш по своим ощущениям, кстати, очень похож и на... Ну как я не пробовала гидру? Я пробовала его, но в работу я себе не покупала. Очень похож на Илла Маску. Надеюсь, будет себя так же вести, как Илла Маска. И тогда это будет просто очень крутой заменитель продукта. Мы посмотрим, как он себя будет вести. И это были все продукты, которые я заказала в этой посылке. Как видите, в этот раз было очень даже удачненько и интересненько. Хотя первоначально в посылку я положила совсем другие продукты. Еще раз огромное спасибо вам, что пользуетесь моим кодом. Что переходите по ссылкам внизу в описании. И пользуетесь моими ссылками при заказе iHerb. Тем самым вы являетесь соучастниками этого видео. Логично. И теперь перейдем к продуктам, которые я заказывала в прошлый раз и позапрошлый раз. Потому что есть некоторые, и я сейчас быстренько вам расскажу. И первое, что вообще нет. Это патчи для глаз гидрогелевые. Я еще сказала, что они мне напоминают русский бренд. Они такие темно-зеленые. Вроде классные. Очень много гидрогеля. Но они отвратительные. Во-первых. Этот гидрогель скатывается. Его нужно основательно стирать с лица после использования этих патчей. Для того, чтобы нанести макияж. Потому что... Ну нет. Есть ощущение, ну прямо с силикона. Такое ощущение, что вот так. Нет. Мне они не понравились. Я вот... Она стоит в банках. Хотя я очень хотела патчи. И мне почему-то казалось, что именно эти будут для меня отличные. Но меня они разочаровали. То есть я не могу сказать, что они отлично справляются. Есть те же самые ракуни, которые офигенно справляются. А эти чуваки... Ну такое сидит. Следующее. Был скраб. Авино. Авеню. На который я возлагала надежда. И взяла его почему-то ван... Ванциген. Почему-то опять же мне показалось, что он будет работать как скраб с персиковыми косточками. Но такое себе. Он хорошо работает только с щеточкой. Вот все вместе. А так он очень нежный. Я бы сказала, что он подойдет для девушек с чувствительной кожей. Которой нужен скраб без скраба. То есть им нужно ощущение того, что я пользовалась скрабом. Но так как я люблю пожестче... Ну как бы понятное дело, что с точки зрения косметологии, это наоборот классно, что он не повреждает кожу. Но у меня после него ощущение грязи на лице. Мне хочется еще раз умыться после этого скраба. Мои любимые... Десерт эссенс. Тоже неоднократно рассказывала. И люблю, обожаю. Был момент. Я когда открыла свою пачку, у меня сверху были сухие пачи. Это уже не первая пачка, когда у меня было сухо сверху, а снизу все увлажнение. То есть либо не доливают, либо неправильно хранят. Я просто что-то и сделала. Я просто перевернула всю свою стопку пача и поставила их в другую сторону. И все отлично работает. Осадочек остался. И это любовь. Помните набор от АХБХ 30 дней Miracle Cream? Набор из четырех продуктов. Я тогда в видео... Молодец. Сказала, что есть умывашка, но сама такая замечательная. Не посмотрела, что это мыло. В этом наборе первый продукт был мыло, и это мыло очень крутое. Его что просто ручками умыться, он отлично очищает, отшелушивает и справляется, в принципе, как искра со своей работой. Его что на щеточку, его что так использовать непосредственно как стик. Очень крутой. Расход минимальный. Я пользуюсь, ну, недели две-три. У меня еще даже надпись видна на нем. И следующий из этого же набора продукты. Все да. Все откровенные да. Вот у меня сейчас закончился, фактически закончился тонер. А обязательно куплю крем. Вот все вместе. Я как-нибудь задавлю уже об их себе и возьму все полноразмерники, потому что он очень крутой. Вы также писали в комментариях, что он очень классный. Я не заметила каких-то бомбических свойств от повседневного, потому что этот набор защищает от излучения компьютерного, если вы днями сидите за компьютером. Вот я днями сижу за компьютером, но я не увидела магических свойств этого крема как защита, но как в целом уход. Да, очень да. Да, да. Нет слов, одни эмоции. И следующий набор, это был набор 4 малыша. Нет. Я сначала отдельно попробовала крем. На этот крем у меня скатался весь макияж, потому что крем даже сам по себе уже скатывается по лицу. Я попробовала все шаги, также скатывается. Все то же самое. И прям нет. Я попробовала по отдельности после маски, мне не понравилось ощущение. Ночной крем мне тоже не понравился. Поэтому вообще очень мимо. Прям нет. Печалюшка, но нет. Пилинг подушечки. Да, мне они очень понравились. Они очень понравились, очень не понравились. Сегодня у меня шкала из двух единиц. Да, нет. Я попробовала эти пилинги. Здесь всего 10, но этого достаточно, чтобы сделать свое мнение, чтобы посмотреть на свою кожу в разных состояниях. После разного макияжа и после разного ухода. Как оно заходит или нет. Солнце, иди отсюда, дай мне доснять видео, пожалуйста. Давай. Кш-кш-кш-кш-кш. Они да. Я не уверена, что я возьму большую пачку, потому что я пользуюсь им от случая к случаю. Не прямо вот 10 сидела и вымазывала. Но в целом, когда у меня есть ощущение недочищенности кожи, я использую эти штуки и прям очень. И также они хорошо работают, когда хочется пакнитивнее почистить свое лицо. И честно, они вообще не испаряются. То есть я тут забыла закрыть свой пакет. И у меня вообще ничего не испарилось. Они не пересохли. Очень удобно доставать из пакетика по одному. Что у нас осталось? У нас осталось два продукта. Солнце, ну пожалуйста. Ты как вафли сегодня. Вот теперь я понимаю постановщиков и световиков, которые ненавидят солнышко на съемках. И осталось два продукта. Это карандаш для глаз от Wet n Wild. Во-первых, я уже говорила в предыдущем видео, что он очень длинный, очень классный. Но типография у него отстойная. Его можно использовать как каял, но он будет более прозрачный, он не жирный. Он скорее про стрелочку, про растушевочку, про базовый карандаш. А еще, а еще, а еще, а еще он отлично заходит как карандаш для проработки контура для губ. Несмотря на то, что он темно-коричневый. Отмотайте в начало видео и посмотрите на мои губы. Проработаны они были этим карандашом. Все по чуть-чуть прямо вот так нанесла и поверх на бальзам. Перезагнала. И получается такая легкая Ирина Шейк. Я очень люблю этот прием, но я его больше люблю с другими карандашами использовать. Но сегодня я попробовала с этим карандашом и тоже отлично срабатывает. И также слизистый сегодня у меня подведено этим карандашом, потому что я хотела не плотную прозрачную слизистую, а слегка. И в принципе, если вы искали темно-коричневый универсальный карандаш, который вы бы хотели использовать и для губ и для глаз. И последний это LA Girl помадка красная. Классная, матовая, но не матовая. Если отступиться от того, что это матовая помада, а назвать ее скорее сатиновой, либо не глянцевая просто помада, то тогда да, она имеет место быть на существовании в своей косметичке. Она немного впитывается в губы и остается красноватым послевкусием, как тинт. Стойкость у нее как у помады. Она отпечатывается, она мажется, но она не растекается, она не убегает и она не трансформируется в суперматовую помаду. Вот это ее огромный минус. Но если знать это и брать ее как просто помада, а не матовая помада, то свои функции она выполняет очень хорошо. И это были все продукты, о которых я вам хотела рассказать, показать и поделиться своим уже не первым впечатлением. Как видите, были продукты, которые совершенно не зашли. В этот раз заказ у меня был очень классный, и я с нетерпением жду запустить свои ручонки основательно все это, а в некоторые штучки запустить ручонки мужа, чтобы ручонки стали получше. Обязательно расскажу, оставляйте свои комментарии, какие новинки iHerb вы находили, что было классного, что было удивительного, а чтобы вы ни за что не стали брать. А за всем я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok